Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Вы смотрите передача о мелочах из жизни. Сегодня наша тема секс для здоровья. А правда ли, что настолько это полезно? И у меня в гостях Сахабеддинов Булат, врач-уролог-андролог, и Мартыновская Наталья, гинеколог. Ложки дегтя у нас будет потом, а сейчас хотелось бы поговорить о плюсах. Расскажите нам, Наталья. Именно о плюсах секса, да? То есть это интересует наших телезрителей. Ну, не мной-то как бы установлен сам факт, что секс для полноценной жизни и женщины, и мужчины очень важен. То есть это и как психологическая разрядка в нашем современном, как бы вот этом бешеном темпе жизни, она необходима. И с точки зрения физиологии это полезно, потому что в момент высшей точки наслаждения или там секса и всего остального происходит у нас и улучшение кровотока, уменьшение застойных явлений. То есть если смотреть и рассматривать данную проблему как врача, то отсутствие регулярной половой жизни в принципе со временем приведет к проблемам. Вы сейчас говорите именно о женщинах? Я говорю о женщинах, как специалист по женщинам. А давайте у нас как раз Мулат скажет о мужчинах, да? Конечно. Да, конечно, связано именно с проблемой отсутствия секса. Это весомая проблема. То есть секс нормального, среднестатистического мужчины должен присутствовать как минимум два раза в неделю. То есть это минимальное пороговое значение. То есть чтобы происходил полноценный акт и заканчивался, конечно же, то есть оргазм. А женщине сколько нужно? Ну минимальное пороговое значение есть для мужчин. Для женщин это уже, то есть приветствуется, если есть возможность больше и выше. То есть это уже зависит от самого партнера. Что такого дает именно? Какие вещества получает организм? Ну, во-первых, это один из веществ, это эндорфин, то есть нормон счастья, который вырабатывает с момента полового контакта, именно в момент достижения, то есть самого пика. И на фоне этого, то есть улучшается, да, понятное дело, то есть и кровеносная система, то есть идет улучшение, и также, то есть общее самочувствие, то есть пациента. Очень много теорий, практик, связанных с тем, что секс даже улучшает иммунную систему. И я вычитывала, что даже профилактика простудных заболеваний. Да, то есть в какой-то степени, то есть это оказывает действие, потому что, то есть происходят, так скажем, такие механизмы, которые, начиная с обыденную, то есть с кровеносной системы улучшают и улучшают общее самочувствие, то есть пациента. Еще какие-то вещества вырабатываются? Да, конечно, то есть происходит каскад, то есть именно гормональных изменений, и на фоне этого, то есть уже организм, то есть настроен на более лучший лад работы, так скажем. То есть это не только физический механизм, который вызывает, также и внутри организма, то есть приходит все это на хороший лад. Это и есть психосоматика. Я коллегу поддержу полностью. Так психосоматика, а получается, самые вещества, вот знаете, съел апельсин, получил витамин С, а здесь занялся сексом, что получил организм? То есть если мы сейчас хотим поговорить об аналогах, да, то есть есть ли заменители секса? Это следующий вопрос как раз. В итоге, в многих дискуссиях тоже, конечно, этот вопрос для врачей всегда актуален и интересен, говорят о том, что якобы те самые пресловутые серотонин, эндорфины, то есть гормоны так называемой счастья, в принципе, достижимы вне секса. Но, то есть шоколад, физическая нагрузка, то есть протестостерон, вот когда человек идет в спортивный зал, фитнес или еще что-то, он имеет аналогичную практическую структуру с эндорфинами, да, то есть если человек очень сильно позанимался и при этом психологически настроился на то, что это все на позитив, в общем-то, картина биохимии крови после занятия физкультурой, какой-то хороший фитнес, она одна и та же, как с сексом. Наталья, а еще эмоциональные различные нагрузки, когда ты ощущаешь кайф от проделанной какой-то работы, это же... Это то, о чем мы сейчас говорим. Это равно занятие секса? Вот смотрите, как, это практически равно, то есть я как бы не договорила, биохимический состав крови после занятия фитнесом и сексом в связи с тем, что гормоны выделились практически одинаковые, но нельзя путать именно ту самую психосоматику. Когда вы встречаетесь с любимым мужчиной, и когда вы заходите в спортивный зал и понимаете, что сейчас простоит нагрузка и труд, я думаю, это разные вещи. То есть если мы хоть немножечко ее рассмотрим, прелюдию, да, ее никак не сравнить ни с фитнесом, ни с шоколадом. Почему же тогда нельзя заменить любимым человеком физические нагрузки, раз так все? Ну, потому что обмен веществ, то есть если молодой человек настолько альфа-самец, и он может заниматься с вами 20 раз в день, вы замените любую физическую нагрузку. Можно и в тренажерный зал не ходить. Можно не ходить, но это редко. Везет так не всем, поэтому девочке можно не ходить, да, работать? Конечно, можно не ходить. То есть это так же будет происходить. А мышцы, мышцы тоже будут наращиваться? Мышечная масса тоже будет наращиваться. Но любой половой контакт… И целлюлень пройдет? Ну, все пройдет. В любом случае. А у вас есть, не будет времени, а? Да, не будет. Так, а вот сейчас хотелось бы серьезную такую спорную очень тему затронуть. Я не знаю, миф это или правда все-таки, потому что очень много споров. Секс без оргазма приводит к болезням у женщин. Вот это правда, потому что очень много даже сексологов говорят о том, что прилив крови все равно есть в малом тазу, и это никак, отсутствие оргазма никак не влияет на то, что у вас там могут быть какие-то болезни появляться. Ну вот я сейчас, может быть, выскажу свое субъективное мнение, но я тоже доктор с более чем 20-летним стажем. И глядя, анализируя, наблюдая своих женщин, вот мое субъективное мнение такое, если секс каждый раз заканчивается отсутствием оргазма, то в принципе такой секс не совсем нужен. Серьезно. Потому что каждый раз, не доведя процесс до физиологического какого-то конца, до финальной точки, что происходит у женщины? Идет возбуждение на момент, когда рассчитывает то, что сейчас будет какой-то пик и все остальное, и вот конец, а финала как такового нет. У нас происходит застой в малом тазу, то есть вены расширены, сосуды все расширены, приток крови к малому тазу пришел, а вот этого пикового момента, который как спусковой момент, да, все это дело завершил в физиологическую сторону, а его не происходит. Соответственно, после этого контакта в течение 2-3 часов у нас идет повышенное кровоснабжение органов малого таза. А зачем нам это? А для того, чтобы что-то подрастить, типа миом, аденомиоза или фибром? То есть по мне все-таки, если так, вот смотрите как, здесь надо четко эти точки расставить, и тогда, наверное, все будет и телезрительным, и нам понятно. Если любимый мужчина, вы с ним настроены, то это надо доводить до конца. Либо в фитнес-зал мы идем, горький шоколад мы кушаем, то есть мы получаем эти эндорфины без застоя в малом тазу. Это мое субъективное мнение. Так, значит, получается. У нас сейчас, мне кажется, много женщин, которые все-таки, возможно, никогда вообще в жизни не получали оргазм. И теперь что они могут сделать? Надо себя изучить. То есть я не верю в то, что вот женщины бывают полностью фригидны. Я в это не верю. То есть просто женщины... Может быть, не фригидными, у них все работает, реагирует, но этого пика, о котором все, допустим, говорят, они не понимают, что это такое. А может быть, он у них и есть, соответственно. То есть тогда секса, секс-психологи какие-то, то есть надо пообщаться со специалистами и решить вопрос. Потому что полное отсутствие, я не знаю, это единица на миллион будет. Я говорю, влагаричный оргазм, он может быть не всем доступен, не так всем повезло, но клиторальный оргазм практически у всех. Что нужно тогда идти в помощь для тех, у кого секс не заканчивается оргазмом? Чтобы не было, как вы говорите, каких-то последствий. Вот эти все моменты. Первый – поговорить, сесть вдвоем, поговорить с вами. Нет, что вы там про шоколад сказали? Горький шоколад. 99,9. Четыре раза в неделю бегаем в фитнес по полтора-два часа. Хорошенечко прорабатываем организм. И, скажем так, не ставим в проблему. То есть в оглового угла не ставим эту проблему, что у меня нет оргазма. А шоколада сколько можно кушать? Да вы знаете, если вы в первую половину дня, вы можете съедать хоть всю плиточку. Но мы говорим сейчас о высокопроцентном содержании какао-бобов. Не молочном, а именно горьком шоколаде. Глад что-то у нас молчит. Есть что сказать по этому поводу? Нет, я полностью согласен с своим коллегой. Потому что да, любой процесс должен заканчиваться своим окончанием. Любой процесс, значит, он должен закончиться. Те же самые явления, связанные застойных явлением в малом тазу, также вызывают проблемы у мужчин. То есть те же самые процессы, да, то есть тут можно соотнести, то есть именно наоборот период воздержания и наоборот, то есть если процесс не заканчивается, их можно почти именно приравнять. Потому что застойные явления происходят, и на фоне этого выброса так такового нет. То есть застойные явления связаны с тем, что в момент полового контакта именно предстательная железа устроена таким образом, что она вырабатывает свой секрет. И те же самые спермограмма, именно сперма, она должна выделяться. То есть это те же самые явления, то есть застой именно в малом тазу, то есть сама предстательная железа задействована и органы малого таза, и также задействованы органы мошонки. То есть да, будет происходить обновление сок предстательной железы, то есть должен происходить выброс, но это происходит только в момент именно эякуляции, то есть когда уже выделяется именно сперма. И на фоне этого, то есть могут происходить именно явления когнистильного простатита, То есть это застойное явление. И на фоне этого уже процесс будет ухудшаться с каждым разом. То есть любому полноценному мужчине заниматься сексом необходимо, и процесс должен заканчиваться, что и связано с женщинами. В любом случае, если есть какого-то рода проблемы, да, то есть именно в некоторых американской ассоциациях при проблемах какого-то сексуального характера работает несколько специалистов. То есть если брать в учет именно урологическую проблему, начиная от эрективной дисфункции, заканчивая неудовлетворенность именно при половом контакте, работает именно терапевт, работает именно психолог и работает уролог. То есть это связано уже, если идут нарушения с эрекцией, либо неудовлетворенность в половом контакте. У нас в практике зачастую обычные люди, то есть именно поход к психологу, для них это целая проблема, потому что люди будут читать… К психологу, к сексологу, к секс-патологу. Да, то есть для них это как будто то, что человек больной. Среди людей как-то это принято, и нужно себя как-то перебороть, чтобы пойти именно к психологу. И уже просто производить какие-либо беседы. Я тоже согласна, да. То есть все-таки у женщин физиологически немножко по-другому все устроено. Если у мужчины это все видно, то есть отсутствие эрекции, то женщина может имитировать оргазм и так далее. Женщине обязательно лечить голову прежде всего. Отпустить все свои комплексы. То есть я не говорю, что это лечить голову. У нас сейчас очень много женщин занятых, деловых. У них действительно в момент может быть даже как-то вот это... Другие мысли совершенно не могут перестроиться. Именно, именно. Если расслабиться, настроиться, если половой партнер для вас близкий, друг, и он понимает, что это надо для вас, не себя быстренько удовлетворить, это твоей любимой женщине надо, вы все равно этого достигнете. Сколько уйдет на это время, это вопрос другой. Это другой. Кто-то достигает быстро, кто-то долго. У меня вот такой интересный вопрос. Существуют ли временные рамки, где отсутствие секса реально негативно влияет на здоровье? Вот, допустим, возьмем сначала первый опыт. То есть когда все-таки организму нужно уже, это требуется, чтобы не затягивать и не было никаких болячек. Ну, период... И вообще это все отличается для женщин, для мужчин? Ну, может быть, немножечко. Я сейчас скажу свое, черный послушаем, как бы мужского специалиста. То есть в основном девочкам лучше это дело начинать к моменту окончания полового созревания. Потому что в 13-14 лет, следуя моде того, что это сейчас очень круто, да, начать скорее в 12 лет, это совершенно не любить себя и не думать о последствиях. Вот период полового созревания, он в принципе, когда система репродуктивная встает на свои места, когда у нас гипофиз начинает понимать, что от него требуют яичники, это 18-19 лет, то есть ближе к 20 годам. Я сейчас понимаю, что мне многие зададут вопрос, а как же это было в дореволюционной России, когда выдавали 14-15 лет девочек замуж, да? Средняя Азия, когда я знаю, что это чем раньше, тем лучше. Это, поверьте мне, не от большого ума, не от большой просвещенности того времени. То есть идеально... А для мужчин? Ну, для мужчин, в принципе, молодая партнерша, я так думаю, если в плане со стороны мужчин смотреть, как его партнерша, как молодая, это прекрасно, наверное. Нет, мужчине, мужчине первый опыт. Это сейчас специальный сказок, я думаю, почти те же работы. Да, я полностью согласен, то, что именно должен, конечно же, пубертат пройти, то есть полное именно становление, в любом случае, то есть это и половое созревание, да, именно в момент полового созревания, да, конечно же, то есть именно, скажем, то, что возбужденность, она именно в этот период, то есть на высоком уровне, то есть и для каждого молодого парня, так скажем, то есть это тяжело удержать, чем нежели, то есть девушкам, да, понятное дело, организм должен полноценно, то есть развиться... Так же до 18, лет 18, да? Да, то есть примерно, даже чуть пораньше, лет 16-17, то есть вот это начальное... А если, а что, какие последствия могут быть, если молодой парень лет в 14-15 начинает половую жизнь? Какие последствия? Ну, каких-то колоссальных проблем не несет, но единственное, хотел сразу оговориться, любой половой контакт, который происходит именно с любимым человеком, то есть это уже намного выше и понимается организмом, то есть на психоэмоциональном состоянии. Он не готов еще мозгами в 14 лет. Конечно, то есть в этом плане, то есть в такой возрастной категории разговор о взаимоотношениях, то есть именно о любви, так скажем, то есть это достаточно еще рано. То есть молодой парень еще этого не понимает. Конечно, влюбленность, она может быть, а полное именно созревание уже приходит где-то 16-17 лет, то есть у молодых людей. Ну, может быть, поэтому раньше были публичные дома, да, когда водили молоденьких мальчиков свои собственные отцы, чтобы просто им дать этот первый опыт. Но здесь много-много-много, ребят, вопросов. То есть это действительно, это должен быть половой партнер, который тебя защищает от инфекции, то есть это не должно быть случайно. Мы об этом поговорим потом отдельным пунктом. А сейчас давайте закончим просто воздержание, когда у человека была сексуальная жизнь, но по каким-то причинам отсутствие партнера, расстояние, и интима нет. Вот какие допустимые рамки, и когда уже все-таки реально секс нужен для здоровья. Ну, смотрите, насколько женщина в этом плане углублена в эту проблему. Вы видите, мы все время возвращаемся все равно к психосоматике. Почему? Если женщина об этом постоянно думает, переживает, сравнивает себя с подругами, у которых, как она считает, там все идет просто бурно и великолепно и так далее. Если она по этому поводу постоянно себя вводит в состояние депрессии, это проблема. Я знаю людей, которые вообще на это, как вам сказать, не сильно... Не заморачиваются, скажем так. Есть люди более просветленные, которые вообще это воспринимают как ниже какие-то инстинкты. Для них это вообще не проблема. Наталья, но получается физиологических изменений в организме не будет из-за отсутствия секса полгода, год, два, или все-таки есть то, что... Иногда, может быть, это прям надо и физиологически, в плане того, что, как вам сказать, ну, годы идут, репродуктивный потенциал саму надо возвращать, но вот просто с точки зрения, что вот человек, если он нормально чем-то увлечен, да, у него есть какая-то идея, он горит, работает на этом, и сказать, что через пять лет он горел и вдруг резко говорит, боже, у меня не было секса, я умираю. Такого не будет. Такого не будет. Не будет такого, нет. Но если еще раз повторим, он вечером лежит и думает, так, ну и что толку, что я такой великий специалист? То есть если это не психологический момент, и у человека во всех других сферах жизнь кипит и бурлит, то именно на здоровье никак не повлияет. Никак. Там эндорфины будут, там вот те самые эндорфины, пресловутые, о которых мы начинали говорить, они будут иметь других сторон. А все, у нас согласны с этим? У нас будут другие источники. Я согласен, но, конечно... Но у мужчин другая. У мужчин другая. У мужчин другая. То есть тенденция связана с тем, что любой, то есть мужчина, да, то есть полувозрелый, мы не берем в счет молодых парней, то есть где-то, то есть от 20 лет и старше, у каждого мужчины, то есть должен возникать половой контакт, то есть не менее двух раз в неделю. То есть для чего это необходимо? Да, то есть обменные процессы, все это должно возобновляться. Можно я вас перебью, Булат? А вот если его любимая уехала работать на месяц, два, три, это что, повод мужчине выйти с плакатом на улице и сказать, эй, мне нужно для здоровья? Нет, не подумайте, я не намекаю то, что поход налево – это обязательная тенденция для любого мужчины, но, да, понятное дело, ввиду, если каких-то заболеваний, да, либо какие-то расставания, связанные с тем, что на расстоянии какие-то изменения, то есть недлительные периоды воздержания, возможно, в течение нескольких недель, там, до трех недель, ничего колоссального с собой не несет. Но если это уже продолжается на протяжении нескольких месяцев, больше полугода, то есть, да, уже будут, то есть нарушения со стороны именно… Ну, в крайнем случае, альтернатива, да. Ну, альтернатива, да. Это же разрядка… Конечно, ведь, главное, довести себя до этого пика, а как это будет сделано по телефону, по скайпу и так далее, правильно было? Значит, если мужчина сам себе помогает в этом… Ну, конечно, это не исключенный вариант, да. То есть для здоровья у него урона нет, и нет смысла выходить временно. Это время, да. Молодая к нам вернется. То есть тут учитывать нужно время, какой промежуток времени. Если же, то есть это продолжительный промежуток… Да, если это вечно, то не надо. Да, конечно же, то есть в этом случае нужно уже какие-то взгляды менять на это все. А вот, знаете, у меня все-таки такой жизненный вопрос мучает. И хотелось бы с вами поговорить на тему того, что очень часто все-таки мужчины говорят женщинам такие фразы о том, что ну секс же нужен для здоровья, но тебе же нужно. И вы знаете, тем самым они прикрывают свою безответственность за то, что вообще нужны какие-то романтические моменты, ухаживание, что женщине нужна, собственно, помощь в других аспектах, а не только, как бы, чем смогу-помогу. Вот как вы смотрите на такой момент? Я всегда на стороне моих любимых женщин. Если женщина понимает, а женщина у нас не глупая, они понимают, что от них хотят мужчины. Они могут делать вид, это, кстати, искусство, делать вид из себя глупенькую девочку, что они все прекрасно понимают. И если женщина идет на этот контакт, понимает, что никаких обязательств мужчины не собирайте ей давать, но ее это устраивает, и она понимает, что она получит то, что она хочет, я за. Серьезно. То есть у нас умная женщина. Если женщина планирует выйти замуж за этого мужчину, то просто не идем на поводу. Это как раз та самая вот изюминка, за которую, ведя правильно, умная женщина добьется всего, чего она хочет. Ну а если мы просто... Да, если женщина просто хочет секса, почему бы и нет? Она его хочет. Она знает, что это для нее здорово. У нее нет ничего, никаких предпосылок к тому, чтобы потом себя самоистязать, почему она это сделала. Пускай, конечно, она это сделает. В этом случае тогда это действительно будет для ее здоровья. Конечно. А почему? А потому что все идет на позитив. Лишь бы глаза горели у наших женщин. Понимаете, самое худшее – это потухшие глаза женщин, когда они где-то разочаровались, когда что-то. Вот это для меня самое печальное. А вот, Наталья, смотрите, а если глаза-то погорят 10 минут, а потом печаль недельная. Она поворачивает в другую сторону и понимает, что вот там они еще будут гореть. Лишь бы они горели у этой женщины. Понимаете, они сами понимают, что они хотят. Я тогда за. Вот, что вы скажете. Я, конечно же, в этом плане согласен, соглашусь. То есть, да, понятное дело, период ухаживания и все остальное. Но сейчас, на данный момент, то есть, такое время, то, что возникают такие контакты, то, что, грубо говоря, увиделись и забыли. Да, это возникает тенденция, связанная с тем, что это необходимо для здоровья. В какой-то степени, то есть, да, я согласен с этим. Но они, наверное, не ждут обуви, правильно? Они не ждут, да. То есть, такие люди за 4, они уже находят друг друга как-то, ну, не знаю, на каком-то подсознательном уровне. То есть, такие люди себя друг друга находят. То есть, здесь такая тонкая грань. И главное, чтобы сама женщина понимала, что же она в итоге хочет. И чтобы вот хорошие, милые девочки не велись на эти громкие фразы. Потому что здесь не все на самом деле так просто. Конечно, если девочка понимает, что она хочет замуж, что это мужчина, потенциальный ее будущий муж, то есть, она это чувствует интуитивно, не поддавайтесь, девочки. Просто не поддаемся. В конце концов, никто не отменял цветочнобукетный период, который не стоит все-таки так быстро перескакивать. То есть, все зависит от нас, да, насколько будет. Лучше все-таки растянуть. Это никуда не убежит и никуда не денется. Ну, в свою очередь, я могу сказать, мужчины, не ведитесь на это все. Ну, знаете, это игра. Тем не интересен. Инь-янь, он был вечно. Кто кого. Кто кого, конечно. В этом плане. И давайте еще сейчас вот поговорим. Это все, конечно, смешно и весело. Мы уже поняли, что все-таки, да, безусловно, в сексе есть... Необходимость. Необходимость. Но давайте все-таки поговорим о вреде и последствиях, наверное, сексуальной жизни. Здесь, наверное, скорее всего, может быть беспорядочная сексуальная жизнь, незащищенный акт. Все-таки напомним нашим зрителям. Я с удовольствием напомню, потому что проблема очень актуальна в современном мире. То есть, если девочка, понимая, что она дошла до порога своего, как бы вот такого взросления, как ей кажется, да, и она решает начинать эту серьезную взрослую жизнь, надо четко понимать, что серьезная жизнь, взрослая жизнь, она понесет серьезные взрослые проблемы. Вы должны быть умными. То есть, первые, как бы, несколько, как я считаю, встреч, хорошо, если это букетно-конфетный период. Если этого не произошло, обстоятельства бывают разные, вы хотя бы всегда должны быть, скажем так, предохраняться. То есть, у вас на всякий случай, а случай может быть любой, да, у вас должен быть или презерватив, ну, или какой-то метод, который вас немножко защитит. Всегда надо помнить об инфекциях, передающихся половым путем. Есть более серьезные вещи, чем ЗПП или ЭПП. Есть ВИЧ, ребята, это, и он бушует. Если об этом не говорят с телеэкранов, это не значит, что этой проблемы нет. А это правда, что у нас Ульяновская область самая первая? Мы горим, мы горим, мы горим по этому делу. То есть, с учетом того, что у нас вот территориально население вот такое, по количеству выявленных случаев, мы четвертые по России. Насколько я слышала, это последние сводки нашего спидцентра. То есть, понятно, что впереди там Москва, Питер, Екатеринбург, но они, извините меня, это города-миллионники. И вы знаете, что самое интересное? Ведь мужчины-то зачастую даже не думают о предохранении, потому что они знают, у меня партнерша-то хорошая, она же чистенькая, она же умненькая, она же вот нигде. А ведь по факту это может быть сплошь и рядом. Это большой вопрос. В случае очень, в общем, не верьте словам. Слова это пустое. Как говорится, бумажка. Бумажка должна быть. Потому что вот эти ощущения первые, когда вам кажется, что все мир рассвер розовыми красками, это может быть потом такое жестокое разочарование, когда тебя просто как ударяют молотом, потому что это уже произошло, это случилось. Вы идете к врачам, и вам начинают выявлять, вот это выявлено, вот это выявлено. Я говорю, ну ладно, это есть инфекция, которую можно пролечить на раненых, но есть инфекции неизлечимые. Мы опять поговорим про гепатиты и ВИЧ. То есть, если первые встречи, и вы еще не поняли, насколько близок вам этот человек, всегда барьерный метод, это презерватив. Если у вас духовная связь пошла, пошли и обследовались, и все, и дальше начинаете просто менять метод контрацепции. Вы друг другу доверяете, вы оба друг перед другом, как говорят, чистые бумажки. Все, теперь мы решаем, вот чем мы будем предохраняться. У нас любовь, мы можем себе позволить все. Пришли к специалистам, выбрали метод контрацепции, и наслаждайтесь этой жизнью. Это безопасно. Наталья, если в процессе порвался презерватив, это уже получается незащищенный акт? Да, да. И что нужно после этого делать? Есть экстренные методы. Но первый, если, скажем так, настолько человек умный, подкованный, у нас сейчас гугл в помощь, слава богу, где-то он нам не в помощь, он пугает очень сильно, а где-то он в помощь. То есть есть постконтрацепция, есть антисептики, которые принимаются в первые 3-4 часа, и они от большинства инфекций предохраняют. То есть есть такое средство. А если не успели, в любом случае нужно потом уже идти недели через 2 проверяться? 2-3 недели в основном средний инкубационный период. На половые инфекции? Булат, что вы скажете? Я полностью согласен с своим коллегой. То есть да, расцвет именно инфекции сейчас на данный период, то есть инфекции, так скажем, помолодели, потому что... Булат, а мужчины вообще редко именно приходят проверяться? В этом плане очень часто. То есть начиная с малого возраста, чуть ли не с 15 лет, то есть как возник половой первый контакт, и после этого уже начинается. То есть все-таки мужчины следят, проверяют периодически, да? Следят, но не в такой... Не в масштабах. Да, не в масштабах. Почему? Потому что, ну, зачастую мужчины, то есть немножко пустяково относятся к себе. То есть, ну, вот, приспичат, это не только у мужчин, также у женщин, то есть это у всех людей, с кем мы сталкиваемся, то есть повседневно. Зачастую такое происходит. А ведь мужчины, по факту, переносчики, и у них никаких симптомов может не быть годами, но стоит женщине подцепить его микроб, то у нее, у женщины сразу же это все выяснилось. Как правило, да, выявляем через женщину, потому что просто сам физиологический процесс происходит быстрее. У мужчин физиологически сделано строение половых органов так, что это пока еще, пока его это действительно коснется, вот он почувствует. Это годы могут пройти. Женщина быстрее это чувствует, что что-то пошло не так. Все равно это ощущается. Процесс хронизации, конечно, достаточно глубоко находится. То есть половые органы при женском организме, то есть это уже непосредственно контакт происходит и на фоне и тут инфекция быстрее вызывается. Поэтому дорогие девушки, дорогие мужчины, обязательно будьте внимательны к себе, к своему здоровью и, конечно же, к здоровью вашей партнерши. Что вы хотите пожелать нашим зрителям напоследок? Я хочу только счастья пожелать, потому что всех проблем, всех вот этих неразрешенных каких-то вопросов, они будут вечно и бесконечно. Любите себя, думайте в первую очередь о себе и, конечно, своих близких, но вот здоровый эгоизм в случаях именно секс-секса, какой-то взрослой половой жизни, он настолько рациональный, он так и должен быть. Вы в первую очередь должны подумать о себе, а уже потом о том, что как все это будет происходить и так далее. А так, конечно, всем любви, регулярной сексуальной жизни, желательно, чтобы половой контакт, естественно, был полный с оргазмами. Кстати, открою маленький секрет, вот здесь нам повезло действительно больше. То есть есть такое понятие, как поле оргазмии женщин. То есть если мужчина ограничен в количестве эрекций, то есть женщина, если это дело, как сказать, поставить на хорошую ногу, у ней практически это может быть много-много-много раз. Любить себя и доведить себя именно до этого состояния. И тогда, что интересно, у человека, у которого здесь все хорошо, потому что интимная жизнь, личная жизнь, это, наверное, как основа и как база. И если ты ощущаешь себя счастливой, у тебя на других фронтах все, как правило, будет так же. Я вам всего этого желаю. Да, конечно же. Хочу именно что пожелать. Со своей стороны, как специалист урологического здоровья мужчина, но и не только мужчина, потому что уролог занимается не только мужскими проблемами, то есть уролог занимается еще и пучками, мы чемпозырем, то есть женщины чаще болеют именно со стороны воспалительных процессов этих органов. Хочу пожелать именно урологического здоровья, конечно же, любви, то есть, да, связано. И секса побольше. Да, и секса, как положено. Мы такие же молодые чтения. Нам очень актуальны. Спасибо большое. Я надеюсь, что эта тема была вам очень близка и интересна. И мы с вами увидимся в следующих передачах о мелочах из жизни. Алла, вам спасибо, что вообще такие вопросы поднимаете. Они сильно актуальны, не каждый об этом говорит. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok